Приветствуем зрителей канала Военная Аналитика. Вторая фаза войны, о которой объявило российское командование, идет уже фактически месяц. По тенденции, которую мы можем наблюдать, украинским войскам удалось сдержать наступательный порыв российской армии по главным направлениям. Это Изюмское и Куляйполевское направления, которые представляли и представляют стратегическую опасность в случае прорыва там и продвижения с отрезанием коммуникаций войск украинцев в Восточине, непосредственно у Донецка и севернее Луганской области. В связи с малым изменением оперативной ситуации за последние несколько суток, отметим лишь основные события на различных участках фронта. В Херсонской области российские войска перешли к обороне и активно возводят фортификации во всех занятых населенных пунктах. Несколько дней назад отмечалось накопление резервов в направлении Кривого Рога, однако никаких активных действий пока что это не повлекло. В принципе непонятно, какую стратегическую цель может проследовать наступление здесь. Огромные фортифицированные города обеспечивают надежный тыл украинским войскам. Рычаг снабжения у них значительно ближе, как и возможность маневрировать, введя оборонительные бои. Потому вероятность наступления в сторону Николаева, Кривого Рога или Никополя при наличном количестве сил и средств близка к нулю. Украинцы ведут непрерывные попытки приблизиться к Херсону с направления Посад-Покровского. Их основанного форпоста идут бои у Киселевки, которую российским войскам удается удерживать. После успехов недельной давности продвижение украинцев здесь не отмечено. У Гуляйполя продолжаются тяжелые бои без попыток прорыва с российской стороны к Орехову или Гуляйполю. Правильным решением было обойти Гуляйполе с востока, где удалось продавить фронт на 30 км до села Зеленое поле. Однако украинцам удалось подвести резервы и стабилизировать фронт по дуге Темировка, Вольное поле, Великая Новоселка. В Мариуполе российским войскам удалось вновь прописано на территорию предприятия, который занимает 11 квадратных километров. Бои идут внутри периметра. Пока что сведений мало, следим за ситуацией. В Луганской области продолжаются тяжелейшие бои в ряде городов. Инфраструктура полностью уничтожена в ходе попыток россиян взять попасную. Однако статус-кво нарушить не дуется ни одной из сторон, как и в Золотом, Горском, Ореховом, агломерации попасной. Просьба к зрителям. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы возможно большее количество людей получило доступ к объективной военной информации. В Рубежном продолжаются бои, которые сместились ближе к воеводовке. Селу в агломерации Северодонецка. Украинцы удерживают только малую часть Рубежного, район Южный. Однако в последние дни явно заметна тенденция к смещению в сторону Северодонецка. Наступление российских войск можно описать как огненный вал. По мере продвижения сносится вся инфраструктура. В Рубежном жилой фонд, особенно в южной его части, практически полностью уничтожен. Это логично. Без сильнейшей артиллерийской поддержки продвигаться пехоте в плотно застроенной и фортифицированной местности без тотального сноса фортификации невозможно. Предупреждение зрителям канала из Северодонецка Лисичанской агломерации. Учитывайте логику развития событий и пока есть возможность эвакуироваться, воспользуйтесь. Сражение за эту агломерацию приняло характер тотального уничтожения всей инфраструктуры. Для понимания ситуации предлагаем зрителям посмотреть каналы местных жителей. Ссылки проведены в описании к этому видео. С направления Изюма на Барвенково и его фланги, несмотря на самую большую концентрацию войск РФ на всем театре военных действий, фронт стабилизировался уже довольно продолжительное время. Российские войска полностью исчерпали наступательный порыв. Продвигаться не удается. Чуть восточнее у города Лиман наступление российских войск намного удачнее. Скорее всего, в ближайшие дни украинским войскам придется оставить всю местность, отмеченную синей дугой, оставив левый берег Северского Донца на этом участке фронта, чтобы не попасть в окружение. Наибольшую опасность представляет атака с Диброва в сторону Старого Каравана, что может привести к раху этого участка для украинцев. Местность здесь очень лесистая, как вы можете видеть на карте. Это сильно осложняет продолжение российских войск. Продолжаем следить за ситуацией. В Харьковской области продолжается украинское контрнаступление. На северо-востоке, после взятия ряда населенных пунктов, из которых самым значимым был Старый Салтов, где проходит дамба и мост через Печенежское водохранище, украинцы продолжают наступать вдоль побережья этого водохранища, на север в сторону Рубежного. Не путать с Рубежным в Луганской области. Судя по всему, у российских войск банально не хватает личного состава и средств для сдерживания украинского наступления здесь, так как российское командование решило во что бы то ни стало добиться успехов на Донбассе. Практически все силы брошены туда. Потому украинцам, и так владеющим численным превосходством, удалось создать ощутимое локальное превосходство и теснить противника к российской границе, от которой российские войска владеют узким участком на правой стороне северского Донца и сконцентрированы отмеченной на карте красной дугой. По нашим прогнозам, удерживать ситуацию здесь без серьезного пополнения личным составом невозможно. На этом сегодня все. До следующих встреч!